Девушки отдыхают У меня, кстати, его письмо открылось, а твоё письмо не открылось На то, что ты пересылал Все приложения нужны, а от него всё открылось Просто это не Найс, потому что я хотел это в том числе сегодня обсудить Так, здравствуйте всем ещё раз Я сначала хотел остановиться на организационных вопросах А потом уже на вопросах сегодняшнего бетонирования Но начну я, пожалуй, всё-таки с него У нас сегодня будет бетон или нет? Будет Будет, хорошо Давайте, да, в порядке Так, всё, что касается вашей репутационной документации Включая перечень вопросов, которые были указаны в письме Ставителя Тёрнера Передали или нет? Передали кому? Баланс я знаю, что вы передали Меня интересует справка об объекте, который вы строили Мы говорили о том, что важно Мы все документы задали, кроме бетонирования Мы спросили, вот, двух недель После двух недель мы все разрешили работу, все основные дадим В это время мы и дальше спросили Ну, тогда я тогда еще раз озвучу вопросы, которые звучали в прошлый четверг и прошлый пятнерск Допустим-то здесь Так, первое, меня интересует Все документы связаны с охраной труда, технической безопасности Достоверение стропольщиков, соответственно, приказом обозначения ответственных лиц Все, что связано с обучением на высоте по высоте Все, о чем мы с вами говорили Я знаю, что у вас субборная встреча была Я знаю, что у вас некая динамика в этом месте Как бы вы поняли положение, делаем сегодня на 12.50 Да, у нас суббота мы все дали документы Какой-то субботает, то есть параллельно занимаются У нас несколько личников, личников от труда, личников строителей Допустим-то занимаются совместно субботом А когда вы были субботом? Мы суббота отдали субботу И вчера тоже занимаются, они сегодня больше занимаются Спасибо Можно спросить в ваших... Я, может быть, как-то непонятно спрашиваю Конечно, я спрошу Хорошо Я просто боюсь, что сейчас мой вопрос последует Поведет ли они за собой И от ответов, которые будут называться Это нет, это нет Госпожа Фокусенко, что у нас на сегодняшний день? Если можно микрофон В субботу мы встречались с Сальваром Значит, из всего, что он сделал, вот 17 замечаний Это самое-самое немножко, чтобы они говорят нам потихонечку, вы давайте замечания 17 замечаний И 17 замечаний только два выполнено, и то не совсем Я просто попросила вот вводный инструктаж Все, я понял Давайте вот не буду продолжать, тем более я еще раз когда его снимаю Поэтому я просил бы назвать срок Когда мы закроем все вопросы по госпожи Кокусенко Я это никак не привязываю сегодняшний бетонирование Вы знаете, я попросила его, я говорю, если вы что-то не знаете Приходите ко мне, мы вам нашими знаниями пользуетесь Но до сих пор ни звонка никто не пришел Мы уже свою документацию вам даем Понимаете, которая наработана годами, мы бесплатно вам дарим ее И то вы не приходите Значит, давайте так, я не хочу брать вверх Я просто сейчас начитаю еще раз, если наши там 32 часа или 36 часа, будет зависеть от того, как мы договоримся Поэтому давайте так, вы бетон укладываете в понедельник, вторник В среда, конец дня, в среда у нас будет восьмое число Вот в среду мне нужно, чтобы все вопросы, госпожа Кокусенко, были закрыты А приказы назначения ответственных есть кому передать? Нет у них, потому что они не обучены по охране труда и ТР Кому? Александр Значит, смотрите, в понедельник, вторник, то есть сегодня и там завтра У них появится удостоверение, на основании которых можно оформить все приказы Меня интересует вопрос другой Я и Тюденеру говорю, и Асиф Иван говорю Мне вот такие отношения между подрядчиками, знаете, мне в некотором смысле, я извиняюсь за такое выражение, противно Если будем врать друг друга, тогда лучше не работать Иван Николаевич, я узнавал А я вот точно знаю, что если у нас на сегодняшний день кто-то конкретно, вот Вася Пупкин, этим вопросом не занимается, значит, заниматься один должны быть, как на всякий случай Значит, среда, восьмое число Так, ну, рекламент я по бетону видел, меня интересует фактическое время заявки бетона и по потоку Я знаю, меня интересует фактический состав Начало срока бетонирования и неопухотворки Запорная мы, мы неопухотворки Как, сейчас закончите. Бетон декоражера, мы сейчас используемся, мы сейчас используем к клапану. В следующий момент, в краем 39 градуса. В schwierковой обладатый вечеринок Звучит парангель. В поздравительных обладатых окружающих. 2018. Сейчас мы пожарим. Мы взяли. Взяли. Мы взяли. Эта металла мы не все осталось. Мы взяли. Мы взяли. Мы взяли. Мы взяли. Но в день вечера этот металл был. Взяли. Взяли. Отдавали. мы первыми שה 순ery кто-то это с Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Если это очень плохо, мы вместе, с художественным отверстием, мы вместе, минимально, нижняя отметка, полка заливка будет. И потом, начальник, если есть холодный шок, дополнительные выпуска, армия, по технологии, мы будем остановить нижнюю отметку. Дай Бог, это нормально, мы до конца это не. Если у вас это не нормально, вы дошли до нижней отметки. Дальше что? Если вы сегодня бетонируете, грубо говоря. Вот если у вас это... Заливка, заливка, 70 кубов, у нас 30 минут интервала. Заяхка была. Потом мы будем подождать. Когда бетон там полмегапаскал, почти так был, это я не знаю, 4 часа ночи, в утром 6 часов, 8 утра. Это как-то будет. Потом мы еще клапанки не заявляем. И минимально это 150-170 кубов заливка будет. Если это не очень плохо, то полностью это будет. Я тогда сразу не понимаю. Тогда мне нужны представители Стефана. Объясни мне, пожалуйста. Если мы сейчас... Я не знаю, я готов, кстати, поменяться мнением. Может быть, у кого-то противоположная точка зрения. Если мы сегодня делаем установку после 170 кубов или после 70 кубов, на 5-6 часов для того, чтобы у нас первичное схватывание произошло, битонный специй на дальнейшем старте опроводки, на дальнейшем движении, у нас появляется холодный шов, опять разрыв бетонин. На 5-6 часов. Если мне сегодня поиска подтвердить, что это возможно, я сомневаюсь. Возможно, отставание по времени? Да. На 5-6 часов. Не отставание, а остановка, а опроводки на 5-6 часов. У меня сразу возникает вопрос. В этом причем, что мы еще раз напоминаем всем. Всем и сами себе и товарищу Габриелову бетонному заводу дали возможность, еще раз повторяю, технологического разрыва от точки А до точки А, в круговой проход бетонаводок. Не более час 40, час 2 часа, насколько я помню. И именно то, что мы сегодня ставили состав бетонной смеси, сроки твердения о схватывании бетона. И то, что мы сегодня, в принципе, очень долго обсуждали, ну не сегодня, в 5-10, очень долго обсуждали с МАКСом. Не более двух часов. Это подтверждается или нет? Вопрос заключается в том, что мы первый слой заливаем, и последний слой заливаем в этих 70 бакс с разрывом 8 часов. То есть, если первый слой схватывается в течение 4-6 часов, мы начинаем подъем, то есть никакой остановки не будет. Но у нас, опять же, между тем послойным первым слоем, который мы укладываем, у нас между вот этим слоем, на котором мы закончили, и до накладки следующего слоя через 5-6 часов появляется холодный шов. Это разговор идет о том, что если мы заливаем последний шов по заполнению опалубки, и первый слой не схватился, вот этот вариант и рассматривался. То есть, здесь может длиниться 5-6 часов, но по... Подождите, у нас существуют сегодня параметры заказанной бетонной смеси. У нас есть срок схватывания бетонной смеси до старта опалубки. Что вы глупости говорите? Именно поэтому Каприла убрал оттуда Доломин. Именно поэтому... Каких проблем не должно быть? Я просто не понимаю, в данном случае... Монорист строит проект. ...другой язык проблемы. Первая заливка будет 1,5 часа. Вторая — 1,5 часа. И в випрессия вместе будет. Третья — еще 1,5 часа. Два слоя вместе будет в випрессия. И четвёртая заливка будет 1,5-6 часа. Это верно в этом постоянном решении. И здесь потом мы будем начать поднимать опалубку. Это может быть 7 часов, 8-4 часа. Хорошо, хорошо. Дальше, дальше. Дальше. Начали поднимать опалубку. И... Дальше. Начали поднимать опалубку. И... И она уже не останавливалась. Армируем. Параллельно. Армируем. И выливаем все положенные наши сегодня, там, 360. Правильно? Да. Хорошо. Давайте подойдем поднимать опалубку. Посмотрим, если не будет задиров. Тогда мы дальше пойдем. А если будет задиров, то останавливаемся здесь. И будем делать опять, организовывать опалубку. Я вот это хотел сегодня услышать, чтобы было понятно. Только вот я не очень понимаю. Если мы сегодня по порядку укладываем 7 или 6 слоев, которые он сейчас считал, 5 слоев. Начинаем двигать опалубку. И... Начинаем. Позвольте я. Саш, не надо. Ты мне, конечно... Я хочу, чтобы я услышал это от них. С переводом. Вообще, с переводом. Ты переводишь с турецкого на русский, а так переводишь? Нет, мне не нравится. Мне тоже было весело. Я хочу услышать от них. Я просто боюсь, что он поймал еще не кого-то мешалок. Мы заявляем вот эту скорость. Тридцать, чуть-чуть. Это почти 60 до 70 слоев. Хорошо, 70 слоев. Да, я понял. Начинаем двигать. Трогаем опалубку. Потом посмотрим опалубку. Сколько скоростей нижней. Это сколько мегаспаскал. Потом мы будем заявки сделать. Давай один пиксер. Интерваль сорок пять. Интерваль шесть. Интерваль тридцать. Это на скорость бетона. Сколько бог узнает. Это... Постоянно тоже. Занимка будет? Я никому не могу. Я сказал, сколько интервал, как будет. Это... Мы это на берг. Вместе мы будем. ПСК. Мы будем заявки сделать. Это термизор. Вот поставку бетона, наверное, нам хочется. Нет. Подождите. Я тогда, знаете. Я, может быть, самый умственно ограниченный из всех присутствующих. У нас есть скорость движения опалубки. Есть или нет? Она регламентируется подъемом там 8-10 сантиметров в час. Есть? Это зависит от срока схватывания бетона. А у нас сегодня поток бетонной смеси сделан поток срок, который вы оговариваете. И это регулируемая вещь. Если это соблюдается, то мы и будем приниматься именно с этой стороны. Еще раз повторяю. Саш, мне очень, знаешь, странно тебе это объяснять. Еще раз повторяю. Срок схватывания бетонной смеси регулируется составом бетонной смеси. Я согласен. Сегодня норма, которую мы ставим и которую нам рассчитали вместе с НИИШПой и Нарвежеством, насколько я помню, было 6-7 часов, сделаем 5-6 часов. Именно с этой целью упрали на моментовую крошку, чтобы ищить срок схватывания. Я согласен с расчетами, которые проводили НИИШП и господин Нарвеже. Но вопрос, который гарантировал нам бетон 7-8 часов схватывания, на заливке это превращалось в 15 часов. Что это превращалось в схватывание? Именно поэтому ввели коррективы. Именно поэтому снизили модификаторы. Именно поэтому брали доломитовую крошку. Мы, к сожалению... А всем у нас представители НИИИ. Тестовую заливку... Знаете, вот мы как-то обсуждаем ваш вопрос. Скажите мне, пожалуйста, на какое период схватывания вы распрограммировали? Это схватывание при температуре до 20 градусов. Один 5-6 градусов. Мы сейчас говорим. Говорят, они сделают? Нет, минуту. Кто там общается с ним? Мы общаемся с ним. Мы сейчас говорим про то, что совместно с представителями всех заинтересованных сторон мы определили. У нас сегодня температура в опалубке и в бетоне должна быть не менее положенной в 10-15 градусов. Это так? Это так? Это так? Это так? Нет. Значит, время оттягивается. Оттягивается. Что такое оттягивается? 15 градусов. Непонятно. Я еще раз повторяю. При температуре 10-15... Просто Семен Семеновичем вызову сюда. При температуре 10-15 градусов он гарантирует время схватывания 5-6 часов. 5-6 часов она не хватит. Так, а на сколько она хватит? 5-6 часов это будет желеобразная масса бетона. Какое время схватывания у него сюда предполагается? Время схватывания это температура там... Я еще раз повторяю. 10-15 градусов. Температура опалубки. В прошлый раз они когда... Я сейчас говорю, что они будут бетонировать по температуре 10-15 градусов. 12 часов. Если будет эта температура 10 градусов. Семен Семеновичем случае ну-ка, мы−1-то. Семен Семеновичем тоже было. Знаете, мне такое впечатление, что мы вроде день 40, знаете, такого кема американского, а каждый день одно и то же. А почему 10-12 часов? не почти ли 20 добрый день слушайте у меня такой вопрос время схватывания который мы там очень много говорили на прошлой неделе вот по той смеси которую вы сейчас по той рецептуре не который вы сейчас даете какое время схватывания будет до старта полу а то мне ваш представитель говорит здесь 10-15 часов сейчас минутка я просто на громкую связь переключат у меня тут странные вещи говорит ваш представитель 8 часов какая с вашей точки зрения нормальная температура около 15 раз понял хорошо спасибо а может можно что ваш представитель хотя владел вопросом он не так сказал какие 15 нас 20 минут слушайте давайте не будем идут устраивать спасибо сейчас который заливается будет вообще там значит вы знаете вы в некотором смысле старше меня я не буду с вами спорить я просил вы только об одном то есть мы какие-то заявления делаем чтобы мы знали на самом деле что мы говорим с какой целью значит я заявляю официально сказал господин каприелов что это масса 8 часов при температуре 15 градусов у вас какой-то странное понятие основной правильности говорили но помните так и из рук тогда учебетонирование Это не очень, только это комната, это мир, никого нет, это как-то точно, нет, никого нет, это точно, наверное, никуда нет почти 10-19 сантиметров в час, это может быть 10 сантиметров в час, то есть 36 часов встается, я правильно понимаю, не более 36 часов. 30 часов, 40 часов, у вас это никого, я не могу, а то что, если это. Все зависит от первого слова. Ну хорошо, от первого слова. Если у нас в первом слове будет меньше температуры, то просто бетонировать не буду. Я не просто так начну, совещание так, как начали. То есть я почему просил время начала бетонирования, потому что мне интересуются температуру, но с какого-то холодного шея. И все это будет зависеть от этого. Если мы на одном языке говорим. Так или нет? Именно поэтому мы размещали срок начала бетонирования, набрался 1-2. Он говорит о интернете 25-30 часов. Ну, я спал не больше, 36 часов. Я просто 360 умножил на 10 сантиметров, раздвигал на часы, на количество участников, получил 36 часов. И последний вопрос. Меня интересует, сколько людей сегодня на объекте, как будет организована эти 30 часов в работе? Мне интересует 36 часов в работе. Объяснил Иван Николаевич. Один семейный, 20 арматурчиков, 40 бетончиков, а партурчиков, у меня влаза достаточно. Здесь площадка у меня есть почти 80 рабочих. И ночь семейный, у меня есть почти 20 рабочих. Это вечером еще я буду добавлять 10-15 рабочих. Это рабочие у меня 120. Ну, что-то там, не дай бог, просто кто-нибудь по 20 часов не остался работать. И я никому не пускать дома за левка. Они, кто работает 24 часа, 2-3 часа не отдыхаешь. Потом я еще раз перестаю. Хорошо, меня интересует присутствие технодзора. Сразу давайте поговорим о авторском надзоре на бетоне. Я говорю, мы вчера все, арматуру приняли. На все 3-60? Сколько не было сделано? Не, ну сколько было сделано? Меня интересует 3-60 по каркасу, меня интересуют задачи с актом на открытые работы. Я просто, знаете, как вам сказать, всем хочу грубо говоря рассказать методику. Чисто теоретически, вот с моей точки зрения. Если мы там на отметке 2,50 увидим, что бетон идет нормально, как смысл останавливаться? Вот я вот этого не могу. Какой смысл останавливаться? Если она пошла, если все хорошо, то все. Как говорят наши американские товарищи, амоны выебать? Только не будем останавливаться. Тогда я еще раз хочу за себе задать вопрос. И господину Дюйну сядю тоже. Кто и как будет организовывать авторский надзор прием термотурных каркасов? Значит, смотрите, мы сейчас на высоту 1,60 свободного сечения, где видно армирование. На текущий момент технодзор проверил это армирование, выдал небольшие замечания, которые сейчас устраняются. Дальше живут балки. 1,60, о котором мы сейчас говорим, и продолжение выше 1,60, оно будет как раз завтра, если мы продолжаем, да, в 7-8 утра. Нет, Саша, мы в 7-8 утра будем бетонировать уже это место. А меня не интересует прием термотурных каркасов. Мы будем еще армировать. Поэтому тут в ночь этого не будет. При этом технодзор и днем, и ночью есть. Он и в ночную смену будет от него человек, и в дневную, и сегодня до 8 вечера. Хорошо, а я могу поставить условно сам себе срок? Я не знаю. Если мы там начнем первую детонирование, там условно там завтра в 10, в 11, в 12, в час, кто-то от монолиз-строепроекта в месяц, с римус-проектом из наших технодзоров составит грань. То есть мы сами и все должны понимать. Если нужен всю ночь человек на оттапортному назору, значит всю ночь человек на оттапортному назору. Если какие-то часы там с разбивкой 5, 6, 4, 3, ради бога, пожалуйста. Но мне нужно понять, в каком виде и как будет осуществляться приемка каркасов. И не только каркас муфтового соединения, установки закладных, все, что связано с самым делом. Причем я буду ставить вопрос, чтобы условно у нас на любой отсечке времени, там вопрос, я не знаю, нас, меня, Болонского, Терна, чтобы кто-то мог прийти и сказать. Вот документ. В 15.15, там допустим, 0.25 ночи, Иванов Иван Иванович проверил, подписался, голосовал, документы все есть. И я не хочу, чтобы вдруг потом взяли, случайно узнали, что, вы знаете, вот такая ситуация, к сожалению, вот так получилось, а вот мы тут сдать не смогли, есть замечание, и мы там взяли, остановили опалу. И потом будет сидеть вот эта группа товарищей в составе, там, почти 100 человек, разбираться там с, казалось бы, приемом вопроса. У нас всегда будет там представитель. Да и ваш, что представитель, там понятно, что будет. Меня интересует наш представитель, и не один. Давайте созваживаемся заранее, и вот будем общаться, когда нужно проходить проверять. Нет, господа, давайте мне делать играть, у вас расчетное время есть. Я готов завтра один день потерпеть, условно, пока вы там не выйдете на определенный этап, или на определенный рейд, вернее, педагировали. Меня интересует, чтобы никто на позвонку, извините меня, не приезжал из города Химки, как вы говорите, в Аркасно-Плесневскую наживу. Я уже обещаю. Ну вот официально, пожалуйста, будьте добры документик, сделайте. В течение завтрашнего дня. 36 часов, я думаю, достаточно понять с интенсивностью бетонирования. Нет, а значит, от подрядчика мы увидим. От подрядчика, конечно. От подрядчика и технадзора. Гурский. Причем, давайте так, отвечать за это дело будете вы. Можете вам его там оставить на горизонте, и одного, и второго. Но мне нужно, чтобы люди знали приблизительно, какая будет интенсивность бетонирования, и какая будет интенсивность приемки аппаратурных каркасов. Но только не то, что я получил от вас по электронной почте. По результатам членов. Ну уж, будьте добры, уточните. Уточните. Спасибо большое. У вас никаких больше приятных новостей? Мой адрес нет. Все, да? Спасибо. Иван Николаевич, я думаю, что они как-то... Мы начали с Аминкан. Они постоянно учат, потому что это постоянно делали жасе, должен быть технадзор контролирует. Нет, про технадзор вопросов нет. Технадзор там будет в углослушной. Меня интересует Африс. Про технадзор я даже говори не собираюсь. Я только что об этом сказал, Сергей Иванович. Асиф, вы тогда переводите синхронно. Давайте я посажу тогда поближе к неявлению, он будет понимать, о чем мы говорим. Тем более. Главное, чтобы я понял, что вы поняли. Так, и по расчету мощности, или вообще больше с электропрограмм там связываться не будем, только на холодном шляпе. Я могу просто рассказать и объяснить ситуацию, судя по тому, что нам рассказал навек, и что нам не рассказали представители войска. Я тогда найду возможность. Значит, объясняю ситуацию. Почему у нас... Почему у нас возникли ряд вопросов в фирме войска, и то, что в четверг узнал по приялок, и что я узнал вам тоже. Если мы... В теле бетона... Стефан, вы в курсе, о чем я сейчас буду говорить? Это то, что я объяснял пьем баку, когда мы курили. Если мы в тело бетона... При пословном бетонировании укладываем прогревочный капель, прогревочный проф, у нас... Схватывание происходит там, где мы греем. И поэтому, когда палка двигается вверх, у нас, естественно, вот этот вот наружный слой бетон, а вот... ...выдарует снова вспомнил. Именно так. Поэтому мы... Именно так. И господин Юрнбак просил, чтобы у нас грелась не вот эта вот избыточная часть, а вот эта вот часть, примыкающая положительно для этой сфератории. То есть, примыкающая к палке. Да? А погрев по центру. Абсолютно правильно. По краям. По центру или по краям? А погрев по опалубке? По краям опалубки? Только опалубка. Они говорят по центру. Нет. А погрев должен идти монолит, потому что опалубка шла нормально через наружную поверхность опалубки, а не через прогревочный провод. Для того, чтобы опалубка нормально поднималась, нам нужен достаточно сырой слой бетона именно по щитам, а не в середине еды. А вот об этом и речь. Об этом и речь. А если мы выносим на греющий провод на щиты, он у нас схватывается гораздо быстрее, чем... Я имею очень хороший вопрос, который называется подтверждение того, что я сейчас сказал, нарисовано на десятом этаже. Готов еще раз показать. Если вот греем бетон, то тело бетона внутри опалубки, к сожалению, схватывается быстрее. Это ведет к температурным расширениям. Это ведет к температурным расширениям. До сегодняшнего момента у нас греющий провод располагался на арматуру. То есть на греющий провод мы, конечно, можем дать возможность этому улыбающим. Греющий провод будем класть только на холодный шок. Да, абсолютно правильно. Только на холодный шок. Все остальное только через опалубку. Ну, да. Я рад, что это хорошая идея. Все-таки там встал на экономское слово нам понятно. А то мы там дальше сейчас считаем километры. Так. Значит, я не буду тогда повторять про логистику к протоколу, про все остальное, связанное с документами. Мы договорили срок солида, значит срок солида. Иван Иванович, а если все качество поверхности хорошее, значит не надо остановить? Я не хочу остановить. Я не хочу остановить. Тогда такие вопросы. Я с ним беседовал. Сейчас на нем все висит. Заготовка арматуры, бетон. Надо их пригрузить, чтобы они уже сейчас на первом этаже перехватили. АМЖ только финансировали. Иван Иванович, мы до встречи переговорили с нашими коллегами, с Монолитстройпроектом, о том, что на следующий день мы профинансировали те материальные средства, которые должны быть. Сейчас и бетон. Остальные они получили от нас. Мы дали предварительные заявки на завод. И в пятницу вместе мы получили график поставки бетонной смеси, где очень сильно ограничен во времени и в своем состоянии. Поэтому я бы очень просил и хотел, чтобы Монолитстройпроект взял все эти вопросы на себя и исполнял их. А мы готовы быть рядом с ним. Значит, я сразу отвечаю на этот вопрос. Причем даю возможность апелляции, если я скажу что-то не дарить Монолитстройпроекта и эту линию как полноценному участнику процесса. Значит, существуют договорные отношения, в которых четко прописано. Регламент отношений наш и Монолитстройпроекта. Все эти вопросы, о которых вы говорите, однозначно предписаны. За ним. Единственное, я сейчас абсолютно серьезно говорю. Я просил бы всех, в некотором смысле слова, прочувствовать ситуацию. И я не хочу сейчас обсуждать этот вопрос. Еще раз повторяются проекты, все угадали, все угадали. Договоры все угадали. Значит, предлагаю этим вопросам по дальнейшему регламенту вернуться завтра в 12 часов после результатов начала санкт-петонирования. Я все понимаю, просто на сегодняшний день нет той уверенности, которая должна быть, о том, что мы сможем поставлять бетон в течение получаса пятикубовыми япостями и держать в резерве определенное количество свободных миксеров. Это у нас нет собственной базы, которая могла бы это дело обеспечить. И здесь я не могу унести ответственность по тому графику, который мне представлен. Можно, Иван? Можно. Первая заливка, мы вместе слили один в кампе. То, какое ответственность это? Только это первая заливка, которая, что должен быть АМЖД, мы, МИРА, это первая заливка. В будущее, у нас есть срочка в классе, и нам сейчас поговорим. Я как раз это и... Это все прекрасно. Это, это как раз я и имел в виду. Я это все хочу сделать завтра. По результатам стартного. Все-таки нет, мы снова поймем. Самый главный вопрос, на который мы должны получить ответ, пойдет, а палубка не пойдет. Самый главный вопрос. Все остальное, поверьте, это вторичное. Это существующий вопрос, но это вторичное. Я согласен, чтобы было понимание, что это есть один из тех картических путей, которые были тогда, когда мы работали над ЭПО. Владимир Михайлович, официально заявляю, что все эти вопросы, включая в родной контроль эксплуатации методоводов и всего остального, на последующих трапах, кроме первого, это зона ответственности. И еще раз я хочу сказать, что у нас нет возможности обеспечить подрядчикам сегодня и завтра, именно тем условиями, которые он обозначил. А именно, это поставка бетонной смеси пятипловыми миксерами с интервалом 30 минут и имеет на заводе достаточное количество резервной техники. А что имеется в виду в резервной технике? Ну, если как бы один миксер может сорваться, то кто бы стоял под загрузкой второй и немедленно среагировал, привез там, в течение не тридцати пяти минут, а может бы там тридцати семи минут. Я не знаю, что не скажешь. Знаете, я в свое время, когда первый раз приехал на высотное бетонирование в Германию, я взял, я всерьез абсолютно говорю, я взял точно такой же вопрос. Знаете, что мне сказали мои немецкие друзья? А почему миксер должен сорваться? А почему мы сегодня можем определить час начала бетонирования? Мы определили час начала бетонирования. Я хочу, чтобы к этому времени было рекламен, официальное передание от компаний на «Авистрой проект». «Сегодня 21.02». Нам хватит времени посовещаться и приехать. Посовещаться и приехать? В 8.30? Да. 21.02. Ну, я это уже объявил. А раньше не хотите вы начать? Значит, основным пунктом по регламенту начала бетонирования является поднятие температурного режима в холодном шлее. В общем, если вот этот мостик полный, который снизу вверх идет по бетону. Значит, у них сегодня час минус два. Все зависит от того, когда подняемся хотя бы на плюс пяти или плюс восемь. Ну, понятно. А там пушки работают? Да, там в Тенции одна пушка работает. А какая температура внутри? Патента плюс 20. Я думаю, да. Хорошо. Я все расскажу потом, подойду к деталям, да. Хорошо, какая поиска, господи, какая вжимняя вопрос? Меня интересует вся документация, о которой мы говорили. Мы документацию всю сдаем, которая у нас есть. Мы на следующий день не можем дать последний результат по бетону, в связи с тем, что она у нас, кстати, сильная температура. Немножко, кстати, по теплее, начнем выдавать. На первые два этажа у нас есть. Немножко. Подтверждается техназор? Несколько на 62 этаж есть? Несколько на 62 этаж? То есть, 100%-ные шпипы выше нет. Но письмо есть от них, что меньше или минус 10 не один упаковок. И низ подтверждается. Я всем напоминаю, что у нас вообще даже ориентировка на повышение температуры на ближайшие две недели не предвидится. Все лабораторные испытания, документация, которая должна быть, выполнена. Кубики, графики и все остальное, все это и есть. Все это? Понимаю, да. Так, ну в принципе, у бетона все, если там есть остальные текущие вопросы, еще какие вопросы есть у кого? Это один этаж? Значит, я еще раз говорю, если мы завтра в течение бетонирования поймем, что в принципе, у нас нормальная поверхность выходит в результате, я останавливаться не хочу. Тогда вопрос к заказчику. У нас с вами, если будет 45-й бетон, то значит нужна документация. Значит, пока мы будем идти по 60-му бетону. Пока будем идти по 60-му бетону. Что касается Т-45, я готов после совещания сесть и поговорить. Меня интересует не только этот вопрос, но еще ряд вопросов. Поэтому мне своего этого представителя могут судьбить. Давайте расскажем, когда мы с вами встречаемся. На что? Я поел в 14-30, а то в 14-14. А где? Мы здесь подписаться. А он на левшку занимается? Нет. Мы согласовываем. Мы это, мы это же. Мы специалисты. О! Что вы даже делаете? Вот я вас интересует. Так, вот Константин. Шамшин. Он мне нужен и по бункеру, и по АВ-45. А если нужно нам телефон заводить, она с удовольствием познакомится. Замечательно. Значит, пока будем идти на Б-60. У нас еще два этажа. Я, кстати, напоминаю про арматурные закладные, про пристежки экрана, про все остальное. Пусть даже приема, наверное. Ну, конечно, но все равно, смотрите, нам было бы не замечание, не замечание, а вот изменение проекта, касательно перехода на АВ-45, и сейчас уже там еще и закладывали дополнительные услуги. Замечательно. Там один, не надо. Там не так много. Это, 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 это самое главное. Саша, проблема состоит в том, что на сегодняшний день, я секретов тут никто не смотрел, но во втором заключении экспертизы, первым написано ссылка на АВ-45, а во втором заключении экспертизы абсолютно четко написано, что только Б-60. Я правильно говорю, Виктор Сергеевич? Спасибо. Я просто напоминаю про устойчивое издание, потому что этот вопрос должен быть экспертизом. Я хочу сегодня дело доиграть, понять сроки, когда это произойдет. Да, товарищи, то есть перспективный подъем на АТИ и так далее. Да. Так, дома подъемника. Срок какой? Справа, нужно будет подбетонироваться. Что подъемник? Что подъемник? Что? Что надо, чтобы где-то раздевать? Три тоже подъемник. А подъемник? Ну, не успеем. Далее вас подъемник. Понимаете? Это совещание членов с реализацией. А здесь? А как у вас? Мы несем в этот протокол. Хорошо. С учетом криперу, который... Да. А 5 февраля было у нас, это было вчера, я поэтому и хочу позаинтересоваться, пришли или не пришли. Не пришли. А почему не пришли? Подожди, не заложите. Хорошо. А, еще я, Наталья Анатольевна, у нас есть поручение заказчика о том, что мы покупаем документацию на счетовую опалу. Вот эту нам приостановить. Я не останавливаю работу. Все, раз, мы продолжаем. А не у кого там еще каких-то вопросов нет? Никого не интересует, выражаясь, издаваться к республике Верхняя Вольтера, он по состоянию сегодня готов рассказать. Ну, агрессивно цветута, института, хотите? Сейчас посмотрим. Никого не интересует? Хорошо. Мой вопрос еще можно рассказать? Нет. Можно? Вы кого представляете? А муж закончился, АНЖ. Ну, есть вопросы. Ну, хорошо, тогда завтра. Но у нас тут не КВН. Нет, ну, дело не в этом. Господин Михайлович, поговорите, с удовольствием отлично на все ваши вопросы. Спасибо. Вопрос касается наших обязательств. Вы сейчас предлагаете нам поставить бетон в идеальной картинке. Мы для нашей семьи... Я только что ответил на этот вопрос. Получите официальный регламент от них. Что такое пропавший миксер, я не понимаю. Дело не в пропавшем миксере. Дело в том, что даже заливая отриггерный этаж себе, мы не смогли обеспечить идеальную поставку бетона. Об этом говорил Тёрдор постоянно. У вас один завод. Сейчас завод один. Мы говорим о взятых на себя обязательствах. Это важно для нас. Я сейчас вам говорю о том, что картина по бетону, представленная нам, которую нужно обеспечить, она идеальна. Мы, скорее всего, не сможем обеспечить миксер в нужное время с нужной температурой подачи. Это важно. Я предлагаю вместе с подрядчиками. Подрядчики сейчас ездят на завод, чтобы все понимали картину, чтобы завтра не случилось такой ситуации, что проблема была только в бетоне. Пожалуйста. Я не возражаю, пожалуйста. А я вообще, например, заинтересован, что представитель подрядчика, если мы сегодня ставим вопрос на неправильность и бетонирование, если приемлемо определенная сложившаяся ситуация по факту там наверху, я вообще предупреждал, что представитель подрядчика будет сидеть на заводе. Мало того, наверняка надо будет решать финансовые вопросы. Вы сейчас не за свой счет поставляете бетон? Да, за слово. Иван, это об этом я только сейчас озвучил. И они это готовы делать. Просто пусть я подтвердят это все. Власти сомнения? Мы вот раньше тоже разговаривали, а первый этап, вы, по-моему, на самом деле. Я еще раз сказал открыто, что мы не можем обеспечить вам поставить через полчаса, по тепловым миксераме, с учетом того, чтобы будет температура смеси 15-20 градусов, и чтобы резервная миксерация подгрузка. Я только сейчас объясню, что мы это не можем обеспечить, потому что не наше имущество, а наши заводы. Вы сказали, что вы на это обращать внимание не будете. Поэтому нужно ставить регламент, который кто-то подпишет. Спасибо. Все финансовые операции совершены, деньги везде заплачены. Не, не, подождите, я что-то не понимаю. Нет, ну, смотрите, вы говорите, такой панк, который прекрасно понять, и мне понятно, и подрядчику, и заказчику. Пробка, и здесь пришла машина, несете. А вы, кстати, что вы отвечаете? Он сейчас, видите, отвечает по-другому. Кто будет отвечать за поставленный бетон? Вот и все. Я еще говорю, это то, что нам не далось сделать, когда мы заливали до этого, поставить четко по графику бетон. Вы на завод, дайте заявки. Далите. Мы на завод, дайте заявки. Подождите, подождите, Саша, я с ним не в этом делаю. Вы знаете, вот я... Иван Иванович, мы только перед этим сейчас с ними договорились, что они... Значит, я... ...почлют на завод своих представителей сейчас... Подождите, давайте мы будем... Скорую помощь не будем играть. Значит, во-первых, мне нужно сегодня официально дать заявку. Я сейчас возвращаюсь, то, с чего начали. Господа из Монолитстройпроекта. Значит, мне нужна официальная заявка с четким графиком поставки бетона. Эта заявка должна быть на заводе официально, соответственно, полученной, соответственно, принятакой обработки. Если у вас какие-то коррективы проходят в течение бетонирования, после его начала, значит, ваш представитель на заводе, это называется обычная логистика, где спичеризирует поставку бетона с раздвижением 15 минут, 20 минут, ваш представитель, который регулирует поставку бетона. Мы будем рядом. Да, мне нужен, знаете, что есть такое понятие в этом оркестре, дирижон. Я не хочу делать стейк-монтаж. То есть, получается, что вроде как они апеллируют к вам, вы апеллируете в завод. Давайте упростим вас, у себя. Да, пусть они апеллируют в заводе. Там нужно сидеть поставитель, в течение, там, говорит, что следующий миксер мне нужен через 25 минут. Срок поставки с завода сюда, в полчаса, в регистральной улице, вы чего? Ну, еще раз, кстати, внимание на том, что за поставку бетона отвечает сам... За корректировку с графика поставки бетона отвечает монолист в свой проект. Еще раз говорю, что их представитель сидит там. Деньги оплачены. Бетон они поставляют. Я ей сейчас говорю про корректировку графика бетонирования. У нас сегодня какое-то странное совещание. В понедельник, на самом деле, не надо было в субботу отдыхать. Хорошо, после вставки гранят, имя, телефон, кто адрес, мы даем. На завод поедем. На завод поедем. Значит, Алик Кашиняк, пройду ваша, Александр Олегович. Значит, я не знаю, не буду апеллировать к своим внутреннему состоянию, но мне еще, знаете, какая-то такая охрененная неумедность есть. Вот я всерьез договорюсь. У нас тут как на ниточках, понимаете? Как плохом анекдотик. Потому что надо доказать, значит, еще раз повторяю. Я могу встретиться сегодня вечером. В 5, в 6, в 7. Мне нужно сегодня за каждую операцию иметь ответственного. Вот просто за каждую операцию бетон. Один человек, гражданин или гражданка. За связь с проектом организации, другой гражданин или гражданка. За связь с генподрядчиком всех надзором, другой гражданин или гражданка. Просто у нас есть такая, знаете, только поговорка в русском языке. Где тонко, там рвется. Слышали, наверное, да? Я не хочу, чтобы эти тонкие места у нас остались. Нет, не будет. Поэтому, Саша, я еще раз повторяю. Я готов провести еще одну встречу. И пуговицы, и рукава, все что угодно. Польша ринка. А что до 17 ждать, мы сейчас их составим. А что до 17, когда в 8 вечера будем брать бетон? Что до 17? Что бы она с заводом отригорирует, это серьезные вещи. Что-то по большому счету, три фамилии нужно спросить. Ага, абсолютно правильно. Ну, давай, давай. Еще какие вопросы? Все, тогда спасибо. Стоп, стоп, стоп. Вы сидите. Вы тоже сидите. Сейчас мы тебя атомбулируем, сейчас поднимем. Даже сейчас. Не, извините, вы встали прямо сейчас и уходим. Нет вопросов сегодня? Что-то странно для меня. Что-то там молчать.